Приветствую вас! На момент написания этого ответа вам ответил лишь один эксперт, и он достаточно подробно, я бы даже сказал, полно исчерпывающе охватил весь спектр ваших возможных проблем, которые привели к тем последствиям, о которых вы пишете. Но, тем не менее, я думаю, что о наиболее вероятной проблеме, которая, мне кажется, у вас присутствует, это взросление. То есть у вас произошла такая ситуация, что слишком сильно вы изменились за то время, которые вы находитесь в браке, слишком сильно у вас поменялись какие-то взгляды, какие-то ориентиры, ценности, может быть даже идеалы. И муж ваш, он это просто-напросто, ну как бы, не воспринимает. То есть на данный момент человек вроде бы как остался тем же, то есть с кем он был раньше, с кем он был в начале ваших отношений, а вы при этом стали другой. И вот именно поэтому вы ищете отношений на стороне сейчас. Я думаю, что в этой ситуации вам нужно понять, что это за изменения, которые произошли с вами, да? Что это за этапы взрослений, как они повлияли на вас. И может ли ваш мужчина, а главное, хочет ли он соответствовать тем изменениям, которые теперь у вас есть. То есть, нравится ли вы ему, и нравится ли он вам, с учетом тех изменений, которые у вас сейчас есть. К сожалению, вопрос достаточно серьезный. А если ваши ценности, которые вот у вас есть, Если ваши ценности изменились настолько сильно, что мужчина уже не то, что не хочет, он не может им соответствовать, то в этом случае, в такой ситуации, у вас нет другого выбора, кроме как, ну, собственно говоря, расстаться. Потому что, тут была проблема заключается в том, что мужчина, оставшись тем же, просто-напросто столкнулся с вами очень другой, совершенно другой. И он, в силу того, что у него есть сформированная личность, он, в силу этого, не способен, не может, так же измениться в соответствии с вами, как это сделали вы. И в этой ситуации, вам желательно просто по-хорошему расстаться. В этой ситуации вам просто нужно двигаться дальше, к каждому из вас. А вам искать уже такого мужчину, который соответствовал бы вашим желаниям, вашей личности, которая есть на данный момент. и без этого момента, вы счастливы не будете. Если же вы достаточно хорошо отдаете себе отчет, в чем именно заключаются ваши изменения, с чем именно вы стали другой, то об этом с мужчиной, вашим другом, можно и нужно разговаривать. Для чего? Чтобы он понимал, что с вами происходит. Чтобы видели, чтобы вы видели у него наличие или отсутствие желания делать что-то для того, чтобы соответствовать вам. и если это желание есть, то я надеюсь, что не нужно пояснять, ваши отношения можно спасти. Если желания нет, или если вы будете, например, видеть, что мужчине тяжело отвечать новым реалиям, или вы видите, что мужчина, по сути дела, не приемлет вас в вашем новом качестве, скажем так, да, то в таком случае нельзя говорить о восстановлении отношений, к сожалению, и в таком случае вам нужно с ним расставаться. Если вы подадите этот момент наиболее правильно, спокойно, да, то есть спокойно, четко постараетесь все объяснить мужчине, то тогда вы сможете остаться с ним друзьями, и ваш ребенок, он получит минимальные травмы при вашем расставании с ним, с мужем. Вот так можно ответить на ваш вопрос, я думаю, что проблема, скорее всего, ваша именно в этом. А если проблема в другом, то, соответственно, иногда вам помогут ответы моих коллег, они раскроют в большей степени возможны менее вероятные проблемы. На этом все, надеюсь, что по куклу, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.